Памятник архитектуры восстановят. Уже много лет старинное здание по улице Брусиловского 20 превращается в развалины. Менялись владельцы, но никто из них не брался за реконструкцию объекта. И вот теперь, до 2020 года, его обещают отреставрировать. Кто это сделает и как изменится облик здания, узнавал мой коллега Дарья Пышмынцева. Стены этого когда-то величественного здания хранят множество воспоминаний. Больше ста лет назад это был дом местного купца. В советское время обком партии, а потом здесь располагался один из корпусов областной больницы. Последнего владельца судьба сооружения, похоже, мало интересовала. А потому сейчас оно больше напоминает декорации к фильму ужасов. Но совсем скоро у этого здания начнется вторая жизнь. Трудно представить, что когда-то в этих стенах кипела жизнь. Принимались важнейшие для жизни города и области решения, а еще лечили людей. После 1980 года здание медленно, но верно разрушалось. Памятник истории и архитектуры буквально по кирпичику разобрали вандалы. А приверженцы уличного искусства разрисовали его стены граффити. Днем в поисках острых ощущений здесь занимаются паркуром подростки, а ночью находят пристанище бомжи. Но, похоже, плохие для памятника истории времена закончились. Вернуть здание и его первозданный облик решил один из местных бизнесменов. Торговая сеть «Семейный» ТО «Таткрафт Инвест» в лице директора Исакова Андрея Анатольевича приобрела здание 11 сентября 2018 года. Цель приобретения здания – сделать реконструкцию этого здания. Облик здания мы хотим оставить. На первом этаже здания хотим построить супермаркет, второй этаж сдавать под торговые офисные помещения. Благородить вот эту территорию, сделать проезжую часть от улицы Пушкина до улицы Театральной. Местные власти инициативу компании по строительству дороги поддержали и обещали помочь. Тем временем здесь уже приступили к вывозу мусора. Частично вырубили деревья, которые не давали подъехать к зданию. А на зиму его законсервируют и поставят ограждения, чтобы хулиганы и погода не разрушали и без того хрупкий фасад памятника истории. В первую очередь мы заказали техобследование здания. От техобследования здания будет зависеть и дальнейшая уже реставрация и реконструкция здания. Потом надо будет получить определенные технические условия. Это отопление, электричество, воду здесь завести, потому что здесь давно заброшено здание, никаких коммуникаций нет. Закончить реконструкцию здания планируют к 2020 году. Дарья Пашмынсова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.